Скорее всего, вы меня не знаете, но в сферах, которые мне важны, у меня, как ни странно, есть довольно сильный личный бренд, и я построила его без Инстаграма, без Телеграма, а полностью на подкасте, на аудио-подкасте о кино и книгах, партнёрский материал. И сфера, которая меня интересует, это, собственно, книги. Сейчас моя основная профессия заключается в том, что я помогаю другим людям запускать подкасты, и я абсолютно убеждена, что личный бренд, построенный на подкасте, это не только суперкрепкая история, но ещё и очень комфортная для того человека, который работает над своим личным брендом. И в этом выпуске я расскажу о том, как отличается личный бренд, построенный на подкасте, и как стоит вести подкаст, если вы хотите усилить свой личный бренд. Конечно, я большой адвокат подкастов, и я абсолютный фанат подкастов, поэтому я могу быть не слишком объективна. Если у вас есть какие-то возражения, я буду рада обсудить с вами в комментариях. Но первые несколько лет своей работы над подкастом я вообще не занималась никакими другими социальными сетями и начала получать именно то, о чём всегда мечтала. Меня приглашали стать членом жюри разных премий, я познакомилась с писателями и писательницами, от которых безумно фанатела. Я несколько раз могла немного сменить свою карьеру и уйти в сферу, которая мне так дорога. И всё это без большого старания над рилсами, над сторис, над всем остальным. Я это начинаю добавлять только сейчас, уже поверх того личного бренда, который собрался на моём подкасте. И вот что, я думаю, отличает личный бренд, который построен на подкасте, от всех остальных способов работы над своей диджитал-репутацией. И первое. Это совсем другой первый контакт. У слушателей подкастов первый контакт с вами заключается в том, что они садятся и внимательно вас слушают. Это совсем не то же самое, что случайно увидеть вас в рекомендациях или перейти по рекламе, свайпнуть пару постов и так далее. Нет. Конечно, вы долго завоёвываете этого человека, но его первый с вами контакт заключается в том, что он внимательно вас слушает. Люди слушают развернуто ваше мнение, ваше предложение. Они понимают ваши взгляды, ваши цели. Они глубоко ознакомятся с системой какого-то вашего мышления. Просто представьте, что с любым человеком, который заинтересован в вашей сфере, вы можете встретиться в кафе раз в неделю на час в течение года и поговорить. Это же будет ваш самый лояльный последователь. Ну так вот, подкаст делает абсолютно то же самое. Человек, когда слушает подкаст, он ничем другим, связанным с потреблением контента, не занят. У вас абсолютно свободно от любой конкуренции пространство, звучит только ваш голос в этой контент-тишине. Вы оказываете огромное на него влияние. Ему не важно, как вы выглядите. Ему не важно, следуете ли вы трендам. Ему не важно, что на вас надето, какой у вас доход, где вы находитесь. Ему важно только то, что вы говорите и то, как вы это говорите. И соединяется ли он с этим эмоционально. Вот какой ваш первый контакт. Он сразу происходит на очень-очень глубоком и каком-то интеллектуальном уровне. И мне кажется, что это очень крепкая связь, которая сразу пропускает все слои чего-то напускного, и мы переходим к сути. Пожалуй, во всех статьях, которые я читала о личном бренде, сказано, что в интернете основа личного бренда – это качественный контент. И давайте будем честны, очень многим из нас гораздо проще 30 минут поговорить на тему, о которой мы и так все время по работе разговариваем, о которой мы и так горим, насчет которой у нас и так полно мнений и стремлений, и каких-то своих впечатлений о том, как это происходит. Чем поддерживать такую сложную многоуровневую контент-стратегию, где нам нужно каждый день на протяжении месяца выпускать 40-секундные видео, где мы не только даем пользу, но еще и развлекаем, делаем крючки, отвечаем трендам, и никто не заскучал. Но не всегда то, о чем мы хотим рассказать, развлекательное. Иногда это вещи, которые требуют определенного фокуса, иногда это вещи, которые требуют, чтобы человек действительно хотел о них подумать и поговорить, и это невозможно сделать на поле 40-секундного или даже полутораминутного видео. И проще в таком случае автору контента, нам с вами, авторам этого личного бренда, проще 40 минут просто разговаривать о том, что нам нравится, вот как я делаю это сейчас. Не волнуйтесь, это видео не будет длиться 40 минут. И если это проще для нас, и если это подходит нашей аудитории, то создать по-настоящему классный, качественный контент, который увлекает людей, становится, с одной стороны, проще, с другой стороны, он сам по себе легче. Он не такой натужный, какой иногда бывает, когда мы стараемся как-то следовать трендам и рекомендациям. Все, что нам нужно, это сесть и поговорить. И если вы продюсер какого-то эксперта, если вы помогаете кому-то в построении его личного бренда, вы знаете, как сложно бывает заставить человека следовать вашей контент-стратегии, которую он уже утвердил, потому что в этом есть много актерства, которое многим из нас не подходит. И пройти к уровню, когда ты уже относишься к этому спокойнее, когда у тебя нет этого актерства, это долгий путь. Другое дело, когда спокойно сидишь одна или в компании своего соведущего, и вы просто делаете все то же самое, что вы и так делаете на перекуре или когда вместе пьете кофе, обсуждаете темы, которые касаются вашей профессии, потому что обычно ваша диджитал-репутация напрямую связана с вашей профессией. И я не представляю, что еще комфортнее, чем это. Еще комфортнее, чем это не делать контент. Еще одна связанная с этим, пожалуй, вещь, которую я выделяю как особенность личного бренда, построенного на подкасте, это отсутствие в этом суеты. Все, что нам нужно, это ритмичность. Нам не нужна скорость, нам не нужно постоянное ежедневное многоразовое обновление. Тикток просит три видео в день. Это вообще нормально? Мы же не машины. А подкаст требует лишь ритмичности. И ритм этот устанавливаете вы. Если вам удобно выходить один раз в неделю, то это как раз идеальный ритм. Вам удобнее выходить раз в две недели? Окей, слушатели подстроятся. Реже? Ну, может быть, тоже окей, но вам нужно будет доносить реально что-то крутое. И один раз в неделю сделать контент на тему, которая вам и так нравится, гораздо проще, чем вам может сейчас казаться. И вы просто спокойно раз в неделю проводите беседу на тему, которая вам интересна. А ваши слушатели спокойно, когда им удобно, не когда вы на них выпрыгнули из алгоритмической ленты, когда они к этому готовы, когда они именно этого и хотят, включают вашу беседу и проводят с вами всё своё время. Они полностью посвящают вам всё своё внимание. И спокойствие этого медиума очень сильно меня подкупает. Мне не нужно подстраиваться под алгоритм, и слушателям не нужно ни подо что подстраиваться. Они делают это, когда им удобно. И значит, я не вызываю у них, скорее всего, никакого раздражения. Я там только тогда, когда я им нужна. И мой личный бренд не вызывает у них, возможно, никакого ощущения, что я навязываюсь, потому что я просто сделала это и положила на видном месте. Когда захотите, тогда и употребите. Я знаю, что для очень многих создание личного бренда на подкасте сработало очень по-разному. И я знаю, что абсолютное большинство из нас, я в первую очередь, когда делали подкаст, не думали о том, что мы строим личный бренд. В этом прелесть ты разговариваешь о том, что тебе и так очень нравится, в моём случае, книги. И потом ты начинаешь понимать, вау, это как-то сработало. В моём случае сначала это были интервью с писателями, которыми я восхищаюсь. Это были бесплатные книги от издательств. Потом это было участие в каких-то книжных премиях. В итоге произошло то, что мы с моей подругой Лидой Кравченко и моей с ведущей подкаста «Партнёрский материал» открыли в Нижнем Новгороде частную офлайн-библиотеку современной литературы. Это офлайн-место, независимая частная библиотека. Это настоящий офлайн-бизнес, который действует в сфере, которая мне очень сильно дорога. Это совершенно уникальный проект. Потом у нас появились последователи, мы помогли другим людям открыть библиотеки. Теперь наш личный бренд часто связан с этим. Отдельно я начала делать подкасты. И, как правило, сначала я помогала делать эти подкасты людям, которые тоже как-то связаны с книгами. И потом я стала расширяться, расширяться и расширяться. Теперь мой личный бренд меняется, и как будто бы даже тоже не совсем в зависимости от меня, потому что я просто продолжаю заниматься этим и говорить об этом в своём подкасте. Мне не просто даётся продвижение в других социальных сетях, хотя я над этим работаю. Проще всего мне даётся говорение в микрофон. И это работает для меня лучше всего. Но если вы всё же захотите с самого начала, а не как я, спохватившись, с самого начала вести свой подкаст, имея в виду свой личный бренд, вот несколько советов, которые я бы вам дала. Наверное, самый успокаивающий совет, который я слышала о личном бренде, это ошибка думать, что личный бренд — это о вас. Личный бренд — это о проблеме, которую вы решаете. И с моими клиентами, людьми, которые приходят ко мне на консультации, или на группы, или мои клиенты, для которых я делаю подкасты, мне кажется, в 90% случаев я слышу от них «ммм, мне так неловко, что я делаю это о себе», «мне так неловко, что здесь так много меня». Я говорю, что нет, тебя здесь ровно столько, сколько нужно, чтобы слушатели получили пользу, наслаждение, какое-то удовольствие и какие-то эмоции от твоего подкаста. Это невозможно без тебя, окей? Мы не можем сделать твой подкаст без тебя. Но тебя здесь ровно столько, сколько нужно слушателю. Потому что мы как создатели контента и мы как потребители контента. Это совершенно два разных сценария. Когда мы записываем подкаст, нам кажется, вау, мы здесь повсюду. Здесь я как ведущая, я как авторка, я как написавшая сценарий, я как спродюсировавшая этот подкаст. Я здесь просто повсюду. Слушателю нужно ровно столько меня, сколько ему нужно. Всё остальное он отбросит, он не будет включаться во все эти детали и так далее. Для него важно получить информацию, настроение, эмоцию, и всё это он от вас получит. И в этом смысле подкаст кажется мне довольно удобным медиумом для этого, потому что невозможно дать больше, невозможно дать слишком много в подкасте. Это всегда настолько естественный, настолько органический разговор, что и слушатель во главе этого разговора настолько же, насколько и вы, потому что он может что-то промотать, может переключиться, может включить в тот момент, когда ему удобнее это слушать. И всем от этого хорошо. Поэтому, когда вы думаете о своём бренде плюс своём подкасте, думайте, что люди из этого выносят. Это гораздо важнее, чем какая-то ваша личная картинка, как вы выглядите, как вы звучите, какой вы придумали себе псевдоним, какой вы придумали себе лозунг. Это на втором месте. На первом месте, что выносят слушатели. По идее, репутация, а личный бренд — это диджитализированная версия репутации, строится на том, что люди о вас знают, с чем они вас ассоциируют. И здесь советы, которые дают тем, кто работает над личным брендом, и советы, которые я даю тем, кто начинает делать подкасты, совпадают. Найдите что-то уникальное и поставьте всё на это. Начинать надо с какой-то узкой, понятной темы, чтобы слушатели положили вас в определённую коробочку, доверились вам. И после этого вы можете расширяться до бесконечности, до всей вселенной. Но вначале людям очень важно понимать, чем вы отличаетесь. И на самом деле это могут быть микро-пояснения. Очень часто ко мне приходят авторы подкастов и говорят, да, ты всё время говоришь, что у нас должна быть узкая ниша, но нам интересно всё на свете. Мы хотим делать подкаст про всё на свете. Это очень сложно объяснить слушателю. Очень сложно объяснить ему, почему он должен слушать подкаст про всё на свете от людей, о которых он ничего не знает. Но добавив даже в это описание, против которого я всё ещё выступаю, добавив даже в это описание небольшую долю какой-то своей уникальности, вы тут же меняете ситуацию. Это подкаст обо всём на свете от врача и блогера. Что им бы такое? Слушатель сразу понимает, что у этой подачи есть определённый фокус, что информация проходит через сито определённого опыта. И он думает, окей, мне интересно, как врач смотрит на всё на свете. Сказал, никто и никогда не делайте тему про всё на свете. И всё же, и всё же, это всё то же самое. Вы находите что-то, что вас отличает. И в смысле, конечно же, врачей много. И вы скажете мне, ну да, это отличает меня от всех, кроме врачей. Ну да, это отличает вас от всех, кроме врачей, а также от всех врачей, у которых нет подкаста. Это всё равно сужает и сужает и сужает какое-то представление о вас. Найдите это, вынесите это в заголовок. Это то, с чем будет ассоциироваться ваш подкаст. Это то, над чем будет строиться ваш личный бренд. И потом, когда люди вам доверились, они готовы слушать от вас всё на свете. Но потому что они уже знают ваши взгляды, ваши ценности, ваш моральный компас. Они знают, что они с вами согласны по определенным вещам. Они знают, что им подходит ваше чувство юмора. Им нравится, как вы говорите. У них с вами есть какая-то история. Они ваши друзья. Вы не говорите с вашими друзьями только об их карьере. Вы говорите с ними обо всём на свете. Вот когда вы дойдёте со своими слушателями до этой точки, тогда я вам разрешу делать подкаст про всё на свете. Одна из вещей, ради которых вообще начинают заниматься личным брендом, это для того, чтобы расширить свою сферу влияния. Как только вы из обычного специалиста превращаетесь в медийного специалиста, у вас тупо вырастают чеки, но помимо этого открываются определенные возможности. Вам уже предлагают гораздо более интересные проекты. Вы уже выбираете из более интересных и высокоуровневых клиентов. Потихоньку вас начинают приглашать в какие-то места, в которых, может быть, раньше у вас не было такого простого доступа. И всё это превращается в возможности. Как вы ими воспользуетесь, как вы ими распорядитесь, это уже талант определенного рода, но в любом случае возможности эти вам будут предоставлены. Поэтому, когда вы делаете выпуски своего подкаста, думайте о том, что его слышат не только ваши слушатели, которые могут быть вашими клиентами, гостями, в зависимости от вашей сферы, но и ваши коллеги, другие люди из вашей индустрии. И какие возможности они могут вам предоставить. Что они могут услышать и подумать, «О, этот человек с этой темой отлично смотрелся бы на моей конференции». Или «Ага, нужно пригласить его на интервью» и так далее. Имейте в виду, что всё, что вы говорите, складывается в ваше такое большое диджитал-медийное резюме, потому что теперь вы своя собственная медиа-компания, и каждый ваш эпизод должен отвечать как интересам слушателей, так и вашим профессиональным интересам, в том смысле, какой рост вы для себя представляете. Интересный момент заключается в том, что очень часто, после того, как мы создаём подкаст, то, что мы себе представляли, ну, может быть, теряет актуальность, или обнаруживается, что есть что-то гораздо более интересное, что, оказывается, может произойти что-то, о чём и мечтать было сложно. Пример из моей практики. Я всю жизнь, что читаю книжки, а раньше я работала ещё и на радио, я всю жизнь, что читаю книжки, я думала, я должна их озвучивать, я должна быть актрисой озвучания аудиокниг. Но, естественно, поскольку я дама с большим требованием к книжкам, я думала, окей, я хочу озвучивать только такие книжки, которые мне нравятся, я не хочу озвучивать всё подряд, ну, кто бы мне дал выбирать. Но несколько раз об этом я говорила в подкасте, несколько раз я рассказывала про какую-нибудь книгу, и говорила, я бы так хотела её прочесть в аудио. Или я читала кусочки и говорила, ну, что думаете, может быть, мне стоит быть актрисой озвучания аудиокниг. Я никому не обращалась напрямую, я просто сообщала об этом в своём подкасте, потому что это, правда, моя большая мечта. Закончилось тем, что со мной связались ребята из Bookmade и предложили мне озвучить для них огромную аудиокнигу, балканскую трилогию Оливии Меннинг, безумным фанатом, которой я являюсь. Просто для меня в этом году не было важнее книжки, и они предложили мне озвучить именно её. Я знаю, для многих из вас это не звучит как огромное дело, но для меня это было просто вселенское дело, так что здесь можете поверить мне на слово. Не вижу, чтобы это как-то могло сработать, если бы у меня не было подкаста. Вряд ли бы это произошло. Сто процентов нет. Существует известная формула насчёт личного бренда. Ты должен быть knowable, likeable, trustable. Тебе должны знать, ты должен нравиться и тебе должны доверять. Подкасты по своей форме просто созданы для того, чтобы строить доверие. Американский рынок подкастов изучен, исследован вдоль и поперёк. Известно, что люди, которые слушают подкасты, невероятно сильно доверяют их ведущим. Что бы они ни делали. Продавали рекламу, продавали свои продукты, переводили людей на другие проекты. Степень, с какой люди лояльно относятся к этим предложениям и, более того, следуют за ними, очень высока. Типа 70%, 73% людей лояльно относятся к рекламе и даже используют её, если им нужно. И это цифры, которых очень сложно добиться в других медиумах. Более того, в мире, где алгоритмические ленты каждой социальной сети конкурируют не только друг с другом, но и отвоёвывают вообще наше желание как-то жить активную жизнь, добиться такой степени внимания, добиться такого доверия практически невозможно, как мне кажется. А подкаст эту возможность даёт. Это определяется, во-первых, формой, потому что человек слушает в этот момент только вас. Во-вторых, тем, зачем человек включает подкаст, вы скрашиваете его какую-то скучную рутину. Человек куда-нибудь идёт, он гуляет, он моет посуду и так далее. В этот момент звучит ваш голос. Вы не отнимаете что-то у него, типа я просидела два часа в тиктоках и после этого чувствовала себя несчастной. Нет, вы добавляете. Я мыла посуду, но при этом я послушала классный интересный разговор, и мне было приятно. И кроме того, это искренность аудиосообщения, искренность человеческого голоса. Невозможно. Просто я работаю с микрофоном 15 лет, я точно знаю, невозможно долго изображать что-то, чем ты не являешься. Это слышно, это понятно, и гораздо проще и эффективнее просто быть собой, говорить так, как ты обычно говоришь. И так и строится это доверие, и оно невероятно крепко. Так что если подкаст даёт эту возможность, почему и не пользоваться. Так что на мой, конечно же, предвзятый взгляд, подкаст выгодно отличается от других социальных сетей тем, что он предполагает длинный, спокойный, вдумчивый разговор. И если вы хотите, чтобы ваш личный бренд стоял именно на таком крепком фундаменте, подкаст — это лучшее, что вы можете сделать. Это просто, это очень просто. Не верьте, если вам кто-то говорит, что это суперсложно. Мы иногда запускаем подкасты для клиентов типа за неделю. Начните как угодно. Начните не слишком круто. Научитесь в процессе. Это вообще не имеет такого огромного значения, потому что вам долго это делать. Просто начните поскорее, и всё. Вы уже начнёте получать каких-то ваших первых слушателей, которые станут вашими суперлояльными слушателями. Аудитории проще потреблять аудиоконтент, особенно сейчас, когда всё так надоело. И это просто тот контент, который ничего от тебя не требует. Ты просто куда-то идёшь, ты его слушаешь, и он как-то тебе помогает. И мне кажется, что это такой экологичный способ взаимодействия с аудиторией. Особенно я знаю, что это ценят те, для кого очень сложен блогинг в традиционной его форме. Он, конечно же, до сих пор работает. Я вам не пришла говорить о том, что подкасты отменяют Инстаграм. Вряд ли. Это, скорее, ещё одна форма, которая существует, и для очень многих людей она подходит просто гораздо больше. Я это знаю, и она работает. Я, очевидно, не очень хорошо, пока умею делать Инстаграм. Типа я потратила это лето на то, чтобы немножко его продвинуть, и я продвинулась, но не так впечатляюще. В то же время, когда я делаю подкасты, это самое большое моё удовольствие. Даже если никто его не послушает, я всё равно получила кучу кайфа, пока я его делала. И я знаю, что да, для моей ниши возможно работать в Инстаграме нужно активнее, и он будет работать активнее, и всё прочее. Но если мне нравится работать в подкастах, и для меня работают подкасты, почему я должна себя пересиливать? Думаю, что не должна. И если для вас это тоже актуально, то, возможно, подкасты для вас — это лучшее решение. И я вам с этим могу помочь. У меня есть куча бесплатных блогов, вы можете всё это посмотреть в описании. Я могу вас проконсультировать. Мы можем запустить вам подкаст под ключ от вас. Вообще ничего не потребуется, только прийти к микрофону и сказать то, что у вас на душе. Можем его сопровождать, продюсировать. И у меня ещё есть группа Индипод. Это такое классное мероприятие, когда собираются вместе около 15-20 человек, кто хочет запустить подкасты, и мы делаем это вместе в течение месяца. Такая группа будет скоро. В описании вы можете залететь в предзапись или купить её, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. В любом случае, если вам нужна помощь, всегда пишите «пока». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!